Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие гости нашего сегодняшнего события, нашей сегодняшней открытой встречи, которая называется «Суперджамп помогает людям». Друзья, сегодня мы с вами проведем ближайшие полтора часа вместе, познакомимся с ярчайшими интересными людьми с разных городов и стран, дорогие друзья. И сегодня у нас прекрасный эфир, когда мы вместе, друзья, будем встречаться, узнавать и знакомиться с людьми, которые получили результат от обучающей методики «Суперджамп». Давайте поприветствуем друг друга. Друзья, поаплодируем, поаплодируем сегодняшнему яркому моменту, сегодняшнему дню, что мы вместе. Рекомендуется всем улыбнуться еще шире, дать два лайка в экран, друзья, как настроение, как готовность. Вижу, что прекрасно. Вот кто у нас присутствует сегодня, друзья, может быть, впервые, включайтесь тоже активнее в процесс. Есть возможность включить камеру, помахать друг к другу, улыбнуться. И сегодня в очень дружеской, прекрасной атмосфере мы проведем вместе ближайшие полтора часа. Ну, а в самом начале нашей встречи мы, конечно же, возвестим прекрасную новость всей ассоциации и всему миру, друзья, потому что подведены первые итоги марта месяца, которые стали абсолютно рекордными за всю историю развития нашего дела, нашей ассоциации. И давайте вместе в начале нашей встречи поздравим лучших из лучших героев, интеллект-тренеров, обладателей профессии будущего, профессии настоящего, друзья. Это Роберт Райн, интеллект-тренер восьмого ранга. И его доход за месяц, друзья, более 100 тысяч долларов, а если быть точным, 103 тысячи 248. Много миллионов рублей, много миллионов тенге, гривен. Друзья, кто в какой валюте считает, но важность момента заключается в том, что впервые в ассоциации педагог, тренер, человек, который несет доброе, светлое, вечное, вот заработал в месяц более 100 тысяч долларов. Друзья, давайте поаплодируем Роберту Ра в его лице всем интеллект-тренерам, всем педагогам, всем людям, которые отдают свое сердце, душу, энергию во благо самого прекрасного, друзья. Потому что знания меняют мир, знания меняют людей и дают новые возможности. И топ-2 по доходам у нас за март месяц. Расул Зулкашев, интеллект-тренер седьмого ранга, друзья, наши аплодисменты. Видим широченную улыбку Расула в прямом эфире. Расул, поздравляем тебя. И видим на экранах, друзья, 42 732 доллара доход в месяц. Потрясающий результат. Ну а какие у нас чеки топ-3, топ-4, топ-25, друзья, мы узнаем завтра. Потому что еще ведутся расчеты. И уже завтра у нас будет потрясающий список доходов лучших из лучших интеллект-тренеров планеты Земля. Друзья, и согласитесь, это историческое событие не только в масштабах нашей ассоциации, друзья, но и в масштабах мира. Потому что уверен, что мало кто знает педагога, преподавателя, тренера, человека, который зарабатывает более 100 тысяч долларов в месяц. И благодаря нашей ассоциации, благодаря нам с вами, друзья, это событие стало возможным. И наша задача двигаться дальше. Наша, как вы знаете, одна из больших целей ассоциации – это сделать профессию педагога, тренера одной из самых престижных во всем мире. И вернуть справедливость, друзья, в этот мир, потому что он держится на учителях, на педагогах, на тренерах, тех людях, которые несут самое доброе, светлое и вечное. И одна из наших целей – это учредить международную премию, которую мы будем вручать в раз в год лучшим педагогам, лучшим тренерам. Аналог Нобелевской премии, но только с акцентом на педагогику, друзья. И будем раздавать приличные суммы, миллионы долларов лучшим педагогам мира. Но для этого, друзья, нам нужно еще быстрее, активнее расти, еще больше делать добрых дел, чем мы с вами занимаемся каждый день. И сегодня, друзья, мы будем говорить о результатах, которые дает наша система, потому что любое дело, любой бизнес, любое начинание – это про то, какую пользу ты, вы несете этому миру, друзья. И методика Суперджамп – это уникальные 8 упражнений, которые доступны каждому жителю планеты, которые уже на сегодняшний момент переведены на 23 основных языка мира, друзья. Наши ученики, наши тренеры сегодня есть более чем в 60 странах мира. Это только начало, друзья. И у каждого человека, что очень важно, сегодня есть возможность заботиться не только о своем теле, друзья, но и заботиться о своем внутреннем мире. И вот как раз Суперджамп – это про то, как управлять своими чувствами, мыслями, эмоциями, как жить наполненной, счастливой, осознанной жизнью. И в помощь каждому человеку, друзья, 8 ярчайших упражнений, которые можно выполнять каждый, нужно выполнять каждый день. Вот они абсолютно открытые, друзья, доступные, бесплатно их можно скачать прямо сейчас. Но для того, чтобы получить, конечно же, наилучший результат, важны два фактора, друзья. Это тренер, это коллектив, это сообщество, в котором вы это делаете. Согласитесь, друзья, все мы знаем, что нужно отжиматься, приседать и делать пресс, и даже знаем, как это делать. Но делают это единице, и, соответственно, чтобы это точно состоялось, друзья, важен тренер, важна атмосфера, важна среда. И как раз наша Всемирная Ассоциация – это то место, где люди растут, развиваются, становятся лучше. И сегодняшние выступления, сегодняшние отзывы наших героев тому ярчайшее свидетельство. Поэтому переходим к нашей сегодняшней встрече, к нашему сегодняшнему событию «Суперджамп помогает людям». Сегодня у нас в программе 12 ярчайших выступлений, друзья. Поперемещаемся по разным городам и странам, и давайте будем каждого нашего выступающего особенно по-доброму встречать. Друзья, аплодисменты, лайки, улыбки. Будем поддерживать героев, потому что сегодняшние наши выступающие – это не профессиональные спикеры, друзья. Это люди такие же, как и мы с вами, которые сегодня многие впервые будут вещать на такую аудиторию. Друзья, нас уже около тысячи человек. Трансляция ведется у нас в Zoom, в YouTube, количество участников растет активно. Это большое событие, друзья, выйти и выступить на тысячу человек. Поэтому давайте поддерживать наших героев, наших выступающих. И переносимся мы в славный город Елабуга, друзья, Татарстан. И начинает наш сегодняшний марафон знаний, энергии. Гайнулин Радик. Радик, мы приветствуем вас, друзья. Давайте поаплодируем. Радик, включайте, пожалуйста, микрофон, камеру. Вам слово. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вот о том, как познакомились с «Суперджамп». Ну и, конечно же, какие есть результаты. Радик, включайтесь, пожалуйста. Друзья, поддержите Радика. Нужна дополнительная порция аплодисментов, чтобы наш герой появился в прямом эфире. Радик, вижу, что статус-организатор у вас есть. Включайте микрофончик, камеру. И ждем вашего появления в эфире. Ответственный момент, друзья. У нас прямой эфир, прямой эфир. А в прямом эфире возможно все. Возможно, скачки интернета, разные непредвиденные ситуации. В этом прелесть таких трансляций. Но пока Радик у нас подключается, нам самое время побывать в Казани, друзья. В красивейшем городе Казань. Где у нас находится следующий наш герой, которому мы посылаем наши аплодисменты, друзья. Нашу поддержку. И на связи у нас Ахмедзианов Марсель. Марсель, пожалуйста, включайте микрофончик. Вам слово. Расскажите немножко о себе и о ваших результатах в Суперджамп. Доброго всем дня, дорогие друзья, единомышленники, выбравшие путь к осознанности. Меня зовут Марсель Ахмедзианов. Мне 21 год, и я живу в городе Казань. В следствии генетического заболевания в 14 лет я оказался на инвалидном кресле. Моя мечта стать великим программистом могла не сбыться, но жизненные обстоятельства не сломили меня. И я успешно окончил 9 классов. Мои родители помогли мне поступить, и я успешно окончил Казанский техникум информационной технологии и связи по специальности программист. Резюме было составлено и отправлено во многие IT-компании. К сожалению, в век информационных технологий работодатели не готовы сотрудничать с специалистом с ограниченными возможностями. И это стало причиной моего депрессивного состояния. В ноябре прошлого года, благодаря моему педагогу и ныне наставнику Люцие, я познакомился с методикой Суперджамп. Прошел несколько интеллект-тренировок и поверил в себя. Суперджамп разделил мою жизнь на до и после. Благодаря уникальной методике я почувствовал и реально ощутил на себе, что сам являюсь причиной всех разочарований и успешных побед. Может, вам интересно, как я это понял? Отвечу для тех, кто еще не вышел из состояния жертвы и обижается на мир, задаваясь вопросами. За что? Сам раньше я сам не мог передвигаться на инвалидном прессе. Ждал помощи и ненавиделся я за то, что завишу от окружающих. Ежедневно выполняя наши гениальные упражнения, я почувствовал огромный прилив энергии. У меня появились силы для того, чтобы заниматься физическими упражнениями. И благодаря чему мне сейчас начали появляться мышцы на руках и ногах, чего очень тяжело добиться при моем заболевании. Я закрепил их в своем сознании как положительные привычки и выстроил в свой образ мышления и жизни. Сейчас я могу самостоятельно передвигаться на своем троне по квартире, передвигая колеса собственными руками. Суперджан помог мне поверить в себя и в свои потенциальные возможности. У меня появилось осмысление жизни. И благодарю Петра Силкина за обращение ко мне как к человеку с безграничными возможностями. Я благодарю своей команде и наставникам Люце Зулькарняевой, Лине Шипиловой, Галине Тарасовой за поддержку. И особенно я благодарю своей маме, которая всегда верит в меня и поддерживает во всем. И от всей души я благодарю Владимиру Добвиневу за гениальную систему упражнений Суперджан, которая полностью изменила мою жизнь. И дает мне возможность быть мотиватором для всех, ищущих путь к осознанности, вдохновляя их своим личным примером. Благодарю за внимание и передаю слово нашему ведущему Петру Силкину. Наши аплодисменты в адрес Марселя, друзья, человека с безграничными возможностями. Это очень правильное слово, правильное сочетание. И как же здорово, когда команда, когда родители, мама, все помогает раскрыть себе потенциал, почувствовать себя героем, расти и развиваться дальше. Марсель, гордимся вами так держать новых ярчайших побед. И 908 участников только в Zoom аплодируют вам, Марсель. Слова поддержки, слова благодарности. И, конечно, у нас есть еще участники в YouTube. Друзья, ну а мы возвращаемся в Елабугу. Радик Гайнулин у нас на связи. Радик, включайте, пожалуйста, камеру, микрофон. Эти аплодисменты звучат в вашу честь. Пожалуйста, расскажите о себе, о своей истории и как Суперджан повлиял на вашу жизнь. Приветствую вас всех, друзья мои. Рад находиться сейчас с вами на этом мероприятии. Меня зовут Радик Гайнулин. Мне 43 года. Я проживаю в городе Елабуга, в республике Татарстан, в сердце России. Хочу рассказать немного о себе. Я предприниматель с многолетним стажем. Я не могу сказать, что в моей жизни было много неприятностей. Я никогда не нуждался в деньгах. У меня все хорошо со здоровьем. Я занимаюсь спортом. У меня много увлечений. Я занимаюсь экстремальными видами спорта. Сноубордом, вейкбордом, кайтсерфингом. Кайтсерфинг – это удивительный спорт, где с помощью двух стихий – ветра и воды – мы можем передвигаться и летать, парить, как птицы. И даже это великолепное увлечение мне со временем перестало приносить удовольствие. У меня замечательная семья. Я родился в многодетной семье. У моих родителей было шесть детей. Есть шесть детей. У меня четыре брата. Одна любимая сестра. Волнуюсь, прошу прощения, нет опыта такого вещания на такую большую аудиторию. Замечательная семья. Любимая жена. Чудесные дети. Дочке 12 лет. Сыну 7 лет. Можно сказать, что у меня все хорошо в жизни. Чего же мне не хватает? А мне не хватало самого главного. Я понимал, что деньги не приносят мне того, что мне требовалось. Я понимал, что я не могу приобрести за деньги то, что я ищу. И на том этапе своего жизненного пути я это точно знал. Только одну эту вещь. Семья, дети – это как воздух. Это по факту является частью меня. Я, как глава семьи, понимал, что я под давлением обстоятельств, в пути за мнимыми целями, плыву в потоке, и мне некогда задуматься даже о том, какие у меня цели в жизни, какая моя основная цель, какая моя миссия в жизни, какая истинная цель, потому что иметь много денег – это не цель. И чем чаще я задавал себе эти вопросы, тем четче я понимал, что я капитан корабля, а на борту моего корабля моя семья, и я веду их непонятным курсом, веду их туда, куда не знаю сам идти. Я искал счастье в горах, я искал счастье в путешествиях, я искал счастье в многочисленных увлечениях, но вкуса в жизни, блеска в глазах и огня в сердце я не мог найти. А счастье было здесь, рядом. Что такое счастье? Это быть частью. Я часть великого дела, часть команды. Я обрел самое важное в жизни с помощью суперджамп. Я обрел место, где я могу реализоваться. Самая большая трагедия в жизни человека – это трагедия нереализованности. Сейчас мои глаза горят, сердце пылает, и я – источник энергии, которую я вкладываю каждый день в дело, которое является делом моей жизни. Я иду по пути саморазвития и самореализации. Это очень важно, когда у человека есть две точки. Точка А – старт жизни, и точка Б – его основная цель, самая заветная цель в жизни. И это мощный стимул к росту и к развитию. По пути, которому… Это путь, который осилит каждый, кто понимает, что всегда надо развиваться физически, духовно, ментально, интеллектуально, материально. И обязательно дойдешь до своей точки Б, до пункта назначения. Есть африканская пословица. Если хочешь идти быстро – иди один. Если хочешь идти далеко – иди вместе. И я благодарю судьбу и счастливый случай за встречу, за то, что мой друг и наставник, Федор Коваленко, познакомил меня с этой методикой суперджамп. Благодарю своего наставника и друга Роберта Халикова. Благодарю наставнику всех наставников, Роберт, ура, за то, что я иду с ними к своей цели. За то, что я обрел то, что невозможно не купить ни за какие деньги. Знания и ментальный стержень, позволяющий мне стоять твердо на ногах у штурвала своего корабля. Я готов борозить океаны. И проблемы, и стихии, которые будут встречаться мне на этом пути, мне ни в коем случае не помешают свернуть с моего пути, потому что я на пути развития и самореализации. И самое главное – это в моей жизни. Благодарю вас за внимание и честь, предоставленную возможность выступить перед вами. Радик, спасибо огромное вам, друзья. Давайте поаплодируем Радику за прекрасное выступление на тысячной аудитории. На двух платформах нас уже тысячи человек, друзья. Это большая аудитория, десятки стран, сотни городов и, конечно же, тысячи ярчайших сердец, которые здесь и сейчас находятся вместе, друзья, и уверен, абсолютно бьются в унисон. А мы продолжаем двигаться по планете Земля и перемещаемся на восток, друзья, в прекрасный город Иркутск, где у нас на связи Юрчук Таисия. Таисия, мы приветствуем вас в прямом эфире. Тысяча плюс человек. Пожалуйста, включайте микрофончик, включайте камеру. Вам слово, давайте знакомиться, друзья, и давайте аплодисментами поддержим нашего следующего героя, следующую героиню. Всех приветствую. Я рада быть сегодня с вами в прямом эфире. Меня зовут Таисия Юрчук. Я из города Иркутска. Мне 36 лет. Я любящая жена, любимая. И мама трех детей. И мой запрос в Суперджам был следующий. Вообще я по образованию экономист, бухгалтер. И в декрете я уже больше шести лет. У меня была своя фирма, показания бухгалтерских услуг. Но когда с первым ребенком я ушла в декретный отпуск, я для себя приняла решение, что в нами я не планирую больше возвращаться. И все эти шесть лет я как бы искала себя. Я постоянно обучалась. И у меня обучения были постоянно, непрерывно. Мне казалось, что вот сейчас мне нужно еще один курс пройти. Вот здесь я не сильна. Я решила о том, что раз у меня есть навык помогать людям, разбираться в финансах, я подумала о том, что в принципе я могу помогать и обычным людям вести свой учет финансов. И, собственно говоря, этим я начала заниматься, начала изучать, как продвигаться в онлайн, как вести страницу в своих соцсетях, как начинать привлекать новых клиентов. Ну то есть и постоянно я сталкивалась с какими-то задачами, которые мне приходилось постоянно решать и постоянно-постоянно обучаться. И год назад в мое осознание пришло то, что нашей планете, оказывается, тоже нужна помощь. Я была на одном мероприятии, где девушка рассказывала о том, насколько одноразовые пакеты вредны для экологии, что когда там животное, если попадает ему в рот, в общем, оно задыхается. И для меня это настолько прониклось, я этим. И я начала сортировать, собирать вот эти одноразовые пакеты. Когда я пришла на акцию, где у нас в Иркутске организовывали первый сбор этих пакетов, я удивилась, оказывается, насколько много у нас экоактивистов. И оказывается, что принимают не только эти пакеты полиэтиленов, оказывается, очень много всяких разных фракций. Я подумала, ого, так это движение. Я начала погружаться в эту тему. И спустя год я, как говорится, мне тоже пришла информация о том, что, оказывается, есть такая упаковка, которая называется «Тетропак». Ее мало где в России перерабатывают. Ну и у нас в Иркутске, тем более, ее никто не принимает. И я решила организовать движение по сбору «Тетропака» в городе Иркутске. И моя подруга, Елена, видя, как я развиваю два блога в инстаграме, что я веду активную работу в плане финансов. У меня есть второй блог по ведению сбора, значит, экологичного направления. Она меня несколько раз звала на мероприятия, которые проходили. И я как-то, я говорю, Лен, подожди, мне вообще не до этого некогда сейчас вообще заниматься. Ну, у меня трое детей, тут финансы, клиенты, тут экология. Некогда мне этими заниматься вопросами. И как-то она мне скидывает прямой эфир, где Надежда Раздобудкина и рассказывает, в общем, о том, что проект «Суперджамп» заботится об экологии. Я такая, что, кто? Кто заботится? Какой проект «Суперджамп»? Я говорю, так, Лен, ты меня сюда, что ли, звала? Она говорит, ну, да. Я говорю, слушай, мне интересно, потому что я сейчас иду на обучение, и я не знаю, как связать тему экологики. Я разрываюсь на этих два проекта, веду этих два аккаунта. Как это связать, вообще у меня нет никакого понятия. Я выгораю от того, что я вкладываю, а обратно не получаю. Постоянно обучаюсь, но мне кажется, что вот какого-то звена не хватает в моей цепочке. И вот, придя на тренинг, у меня просто, я не знаю, что, какая-то магия произошла. Вот хотите, верьте, как говорится, хотите, нет, я начала сама себя распаковывать. Хотя, в принципе, я проходила методику распаковки, и это я тоже знаю. Корона, что я, блин, сама работаю с убеждениями, сама работаю с клиентами, и всё, я много чего знаю, много чего проходила. Но здесь вопрос был, вопрос знать, делать и применять. Вот я была той, как говорится, которая всё знает, но, простите, меня нифига не делает. И здесь, сняв корону, положив её рядом с собой, я начала каждое упражнение проживать. Проживать и осознавать. И чудным образом ко мне стали притягиваться люди, которые в других городах. Мне позвонили с Улан-Удэ, мне пишут, рядом с нами город Ангарск. Потом, кто вы такая, какой вы там с борта и тропака, что вы там организуете. С Владивостока мне начали люди писать. То есть с разных уголков нашей страны мне начали меня спрашивать. И что самое интересное, крупные магазины, да, ко мне обратился Веруа Мерлен, вышли, да, с тем вопросом, чтобы у нас в Иркутске поставить вот точку, пункт приёма, организовать вторсырья. И это не только про тетропака, это разные виды вторсырья. Но с самой вишенкой на торте, это даже ещё не прошли мои там, не закончились мои там тренировки. И это даже не была ещё сверхцель моей, где я начала вообще себя распаковывалась. Мне позвонились проекты и сказали, в общем, готовь бизнес-план по перерабатывающим заводам. Какие площади нужны, какие автомобили, какие работники. В общем, всю программу готовь, какой бюджет, у кого какая зарплата. Он, в общем, полностью бизнес-нуля именно по системе переработки. И тогда у меня просто, у меня заширились волосы на голове. Как такое вообще возможно? Я не понимала, как я могу связать финансы, экологию, чем вообще, в принципе, заниматься. И тут сами люди ко мне стали стучаться, спрашивать меня, интересоваться. И когда я поделилась всем то, что у меня есть внутри, а оказывается в проекте «Суперджамп» столько неравнодушных людей, и мой интеллект-тренер Леночка Ильина, она, оказывается, столько времени говорила про экологию, и она даже не подозревала, так что я тоже этим, как говорится, переживаю, что у меня есть такие грандиозные планы. Ну что, вроде как там на бытовом уровне вроде как там что-то все делают. И вот благодаря «Суперджампу», «Джамп» я распаковалась. Я поняла, что это моя действительно миссия, и что у меня есть потенциал создать все то, что ко мне само, в принципе, притягивается, что люди этого тоже, в принципе, хотят. И организаторские способности, которые во мне открылись, вот благодаря этому проекту, в принципе, сейчас начинают реализовываться и внедряться. Я благодарю своих друзей, Леночку или своего наставника, которая смогла именно в нужный момент, в нужное время отправить мне именно тот эфир, где поднимались вопросы, именно связанные с экологией. И на самом деле, вот проходя все этапы этого тренинга, я поняла, что проблема-то моя еще была в том, что я же постоянно ходила, случилось. Я постоянно считала, что во мне чего-то не хватает, а на самом деле все было во мне. Вопрос был в том, чтобы просто взять, начать и делать. И проект Суперджам помог мне вот перенестись вот из вот этого постоянного, постоянной погони в том, что мне нужен то один тренинг, то второй, то третий, то пятый, то десятый. Мне казалось, что я просто задыхаюсь уже от этих тренингов. А оказалось, на самом деле, мне нужен был просто один инструмент. Просто восемь жемчужин, которые помогут мне раскрыться, распаковаться и внести не только окружающим, моим родным и близким, потому что я начала сама внутри меняться, я успокоилась. Начало, ну, как бы атмосфера в семье поменялась. Тем более у меня трое маленьких детей. Самому старшему шесть, а младшему только вот в мае будет один годик. И на самом деле я поняла, что этот проект меняет все сферы жизни. Если мы посмотрим на колесо жизненного баланса, то каждая сфера, в принципе, подтянулась сама собой. Когда я начала просто фокус внимания, переключила на себя, стала чувствовать, слышать о том, что хочет мое сердце, потому что, ну, когда я занималась темой финансов, ну, здесь была такая, как бы, ну, тема денег, да, мне хотелось больше финансов реализовываться, вот. И именно благодаря методике, которая помогла и совместить те сферы, да, я поняла, насколько они, оказывается, взаимосвязаны. Я очень благодарна, благодарна основателю этого проекта. Спасибо вам огромное за ваше выступление. Давайте, друзья, поддержим дружными аплодисментами нашего ярчайшего героя с потрясающими результатами, друзья, единомышленника, человека, который заботится о всей планете, друзья, об экологии, о каждом из нас. Вот. И как здорово, что методика Суперджам помогает созидательному движению, созидательному развитию вперед в самых разных сферах, а тем более в такой чувствительной, друзья, как окружающая среда и экология. Ну, а мы двигаемся дальше, друзья, и пришло время побывать в солнечном Сочи, вот, где у нас на связи Александр Сокнов. Александр, мы приветствуем вас, друзья. Давайте поддержим аплодисментами нашего следующего героя. Два лайка в экран, улыбку пошире. Более тысячи человек у нас в прямом эфире, друзья, цифра наша растет. Вот. Кто у нас не вмещается в Zoom, подключайтесь в YouTube, друзья. Можно и нужно переслать ссылочку друзьям, знакомым. Вот. И растем и развиваемся с каждой минутой. Александр, вам, пожалуйста, слово. Включайтесь. Вот. И расскажите, пожалуйста, о себе. Удача и дружба с нами всегда. Богатство и слава, богатство и счастье – это наша судьба. Да, здравствуйте, дорогие друзья, знакомые и незнакомые. Боже мой, 1К. Это больше тысячи человек сейчас в прямом эфире. Для меня это очень волнительно. На самом деле, я скажу больше, для меня это самый волнительный момент в моей жизни. Вообще впервые я имею возможность говорить что-то одновременно больше, чем для тысячи людей. На самом деле, такую возможность я получил только благодаря Суперджам, только благодаря этой волшебной школе лидеров, волшебной школе человека с большой буквы. Я так скажу. Я вообще родом с Алтая, военный пенсионер на сегодняшний день. Больше, чем полтора года назад я уволился с контракта. До этого 15 лет я прослужил в нашей родине, России. Женат, двое прекрасных детей. Старшая дочка у меня учится сейчас в Санкт-Петербурге, в политехническом институте. Ей уже 20 лет. Живу я в Сочи. Почему я живу в Сочи? Потому что я очень люблю природу. Здесь всегда очень хорошо и зимой, и летом. Очень приветливая природа, очень приветливое солнышко. И это неспроста, потому что я родился на Алтай, и там я всегда находился очень близко к природе. Именно любовь к природе меня всегда вдохновляла как-то сохранить Матушку-Землю, поучаствовать в том, чтобы люди как можно меньше засоряли планету, чтобы рационально использовали ресурсы, чтобы не выкидывали мусор. Ну, так или иначе, чтобы Матушка-Природа была более сохраненной. В этой связи, скорее всего, я поэтому использую, даже если я использую, то пластиковые пакеты полиэтиленовые, я использую их многократно. У меня уже такая куча накопилась этих пакетов, я уже не знаю, куда их девать. Вот. И, как я уже сказал, недавно в прошлом я военный, в армии есть такое выражение «вот одел я портупею, все тупею и тупею». Ну, четкое следование инструкциям и приказу расслабили окончательно силу воли и мою склонность к самоорганизации. После выхода на военную пенсию я долгое время не мог вообще найти себя. То есть куда податься, чем заняться, что делать. Потому что свободу дали, а что с ней делать? Потому что до этого у тебя был регламент, до этого у тебя были служебные обязанности, до этого у тебя были инструкции, до этого был у тебя приказ. И все было конкретно и понятно. Но когда я вышел в гражданское сообщество, когда я вышел на гражданку, так сказать, я понял, что я не знаю, за что схватиться. А в голове, вы представляете, я не знаю, за что схватиться, а в голове у меня состояние миссии, состояние что-то сделать хорошее для этого мира, какую-то пользу принести человечеству, как-то позаботиться о матушке природе. И в этом состоянии, представляете, я очень-очень долго искал себя, узнал, что такое прокрустинация, часто откладывал дела на потом, что приводило к психологическим проблемам. Полтора года пытался понять, чем же мне дальше заниматься. Военная служба по контракту фактически сделала меня сверху, слава богу, по пояс деревянным. То есть голова полностью вообще перестала работать самостоятельно, а сердце перестало удивляться чудесам. Я вам правда скажу. Потому что такой опыт пришлось пережить за эти 15 лет. Не знал, какие цели перед собой ставить, ну и в конце концов, к чему стремиться. Нарушился распорядок дня и режим питания. Но мне это явно не нравилось, поэтому всегда, даже в армии, я продолжал как-то работать над собой. Кто меня лично здесь знает, может быть, из присутствующих, знает, что я всегда был чем-то заморочен, всегда что-то практиковал, всегда читал какие-то книги, всегда что-то писал, всегда вел свой дневник, записи. В общем, так или иначе, пытался найти себя. Вот. Как и все люди, собственно, на планете, я искал, всегда искал свое предназначение, свое призвание. В детстве мечтал сделать что-то для всего мира, для всего человечества. Но позже, когда повзрослел, сузил свои интересы до такой маленькой-маленькой сферы своих возможностей и вообще перестал мечтать о великих делах. Но вот однажды, однажды настоящий человек с большой буквы, я так ее называю, педагог высшей категории, мастер интеллект-тренер, автор бестселлера, автор бестселлера, не меньше, как человеку человеком быть и просто светлому и доброму моему другу Елене Иннокентины Жигульской. Я познакомился с Суперджамп. На сегодняшний день в Суперджамп я участвую в Академии Айше. Это прекрасная школа Академии Айше, Айше Ханун. Величайший лидер, женщина-легенда, настоящее солнце, которое зажгло уже сотни-сотни сердец на этой планете. И на сегодняшний день я прохожу в этой Академии Айше школу Суперджамп сразу для 300 человек. Мы разбиваемся на 30 групп по 10 человек, обсуждаем тему и потом возвращаемся в одну общую комнату и проходим следующий урок. Но это такая энергия. Вот мы проживаем на все 108%. Каждый урок, каждая практика. И что самое волшебное, вот это состояние аудитории, состояние включенности тебя, потому что завтра ты будешь давать отзыв, завтра ты должен как-то отсчитаться за свои проделанные усилия. Вот это то, что мне позволило наконец-то практиковать в своей жизни стабильно то, о чем я давно уже раньше, давно-давно уже знал. Но когда я начал это практиковать, я начал получать результаты. Понимаете? И как следствие я нашел свое призвание и возможность реализовать свое предназначение. Я нашел возможность творческого самовыражения. У меня улучшилась память. Понимаете? У меня повысилась самоорганизованность. Я стал более конкретным и однозначным в своих поступках и словах. Я стал более осознанным. Пришла уверенность в себе. Я научился открыто и свободно выражать свои мысли и чувства. Вот это, наверное, самое волшебное. Понимаете? Впервые в жизни, особенно после армии, где ты должен сидеть четко, строго, на своем месте, соблюдать регламент служебного времени, не отступать от инструкции, соблюдать кодекс этики и служебного поведения. И вот даже подумать о чем-то. Даже помечтать иногда не удавалось. Но тут, понимаете, я наконец-то, у меня вот словно, знаете, язык, вот узел развязали на языке, а вот отсюда задвижку убрали. Вот отсюда задвижку убрали. И вот отсюда задвижку убрали. И у меня язык расплелся, развязался. Понимаете? И я наконец-таки получил возможность свободно, ясно и четко, надеюсь, выражать свои мысли и чувства. Улучшилось состояние здоровья. Понимаете, у меня кожа лучше стала, потому что я обливаться холодной водой раньше утром обливался, а сейчас я четыре раза в день обливаюсь холодной водой. И это все то, чему научила меня практика суперджам. Я научился мыслить более позитивно. Я избавился от многих комплексов в своей жизни, от неуверенности в себе. И чувствую себя человеком с большой буквы. Вот это правда, я вам скажу. Я очень благодарен Елене Иннокентьевне, волшебному человеку, Елене Жигульской. Вот здесь она присутствует на этом семинаре. Я ее вижу сейчас. Передаю ей нижайший поклон, передаю ей слова благодарности за то, что она меня просто ненароком, как бы в незначай, с кользом, просто познакомила с суперджампом, живая планета проект, вот там можешь выступить, а потом про суперджамп мне рассказала. И все, и с этого момента моя жизнь полностью изменилась. Представляете, полностью изменилась. Теперь я вижу, как, где и в чем я могу реализовать свое предназначение. Я получил в руки тот самый инструмент, который мне позволяет теперь осуществить еще и свою миссию на Земле. Я теперь знаю, как я осуществлю свою детскую мечту, как я принесу этому миру большую-большую пользу. И благодаря той команде, которая сегодня у меня есть, а я знаю, что каждый из вас уже мой друг, я знаю, что у меня уже тысяча человек в друзьях, я знаю, что мы обязательно будем дружить и дальше. И на самом деле это только самое-самое начало. Если сейчас в начале вот таких презентаций мы показываем чеки, да, тех лидеров, которые успешны и зарабатывают такие хорошие деньги, потому что, ну, это хороший результат и есть чем поделиться. Но в будущем я уверен, что прежде чем начинать подобные мероприятия, мы будем показывать то количество огоньков, сердец открывшихся, которые зажглись на этой планете, то количество умов, которые включились в самоанализ, которые включились в адекватное мышление, которые включились в управление своих мыслей, которые включились в самопознание и саморазвитие. Я бесконечно благодарю весь лидерский состав нашей команды. Это Алексей Квашнин. Для меня это просветленный человек. Это Светоч. Это луч любви, луч добра, луч процветания и благополучия. Я благодарю бесконечно своего вышестоящего лидера, Владимира Киперского, который очень много помогает мне сейчас осуществлять на этом пути. Также я благодарю Айше Ханун, которая просто пробудила во мне настоящего тигра здорового, настоящего льва, настоящего лидера, который хочет, не просто мечтает, а который четко знает, как он достигнет своей мечты и что ему для этого нужно. И я также благодарю гения Евгения нашего и весь технический отдел, благодаря которому мы сегодня имеем возможность сразу, представляете, тысячи человек в одном месте собрались. Представляете, какой это концентрат энергии. И в конечном итоге я, конечно же, благодарю свою судьбу за новую счастливую жизнь, за успех и за новых друзей. Возвращаю слово ведущему нашей сегодняшней встречи Петру Силкину. Благодарю вас за внимание, друзья. Наши аплодисменты, друзья. Давайте поаплодируем Александру за потрясающее выступление, за наполнение, за энергию, за особое отношение, друзья, к педагогам, к наставникам, к тренерам. В каждом слове это чувствовалось, друзья. Не обращаясь сегодня к гостям, обязательно напишите сообщение, обязательно позвоните вашему интеллект-тренеру, когда можно начать тренироваться, потому что каждый тренер будет рад и готов помочь вам познакомить вас с 8 упражнениями и получить такие же грандиозные результаты. Друзья, ну а мы двигаемся дальше и прямо по курсу город Иркутск, где у нас на связи Марина Усольцева. Марина, мы приветствуем вас. Тысяча плюс ярчайших участников встречи аплодирует вам. Вот наши лайки, сердечки. Друзья, найдите сердечки в разделе реакция. Давайте дадим сердец, наполним пространство, поддерживаем идею Александра, зажжем сердца. Вот уже сейчас тысячи, десятки тысяч сердец зажжены в мире. Наша задача, чтобы счет пошел на миллионы, на десятки и соти миллионов, друзья. Марина, пожалуйста, включите микрофончик, камеру, дайте знать, что вы здесь, и мы сразу передадим вам микрофон. Я здесь, добрый день всем. Вы не представляете, как сейчас мое сердце трепещется и бьет, потому что я совсем не ожидала, что мне придется говорить на тысячу человек. Поэтому для меня это такой немного шок, с одной стороны. А с другой стороны, это как можно представить себя актрисой на большой сцене, которая только хочет начать петь и говорит, я не вижу ваши руки, я не вижу ваши улыбки в нашем случае. Потому что я клюнула на суперджамп именно на улыбки и энергию людей, которые этим занимались. Еще раз повторюсь, меня зовут Марина Усольцева, я психолог, женский тренер из города Иркутска. Я совсем недавно в этой ассоциации, наверное, меньше месяца. И что меня привело? За эту зиму я два раза очень тяжело переболела острыми вирусными, респираторными заболеваниями. Наверное, может быть, вы уже не болеете, а я вот заболела. И болела как никогда, с тяжелыми осложнениями. Месяц выходила из последнего заболевания, а так как я частный психолог, то очень сильно просела и по деньгам, и морально. И так как я сама работаю много с психосоматическими заболеваниями, я понимаю, что если болит тело, оно хочет о чем-то сказать. И мое тело тоже мне очень сильно сигналило, Марина, нужно менять образ жизни. Не может человек болеть в 45 лет, но это ненормально. Либо он болеет и очень быстро выздоравливает, потому что ресурсов в организме должно быть еще очень много. И тогда я задумалась, немножко побыла в депрессии, в какой-то растерянности, и начала поиск просто в интернете, смотрела, просто листала тупо, впала, наверное, в прокрастинацию, просто искала что-то, что мне сейчас нужно. И в этот момент в одном из чатов я вижу команду Суперджамп улыбающихся людей, цветящихся, от которых идет тепло, какая-то радость. И я такая сижу в депрессии, думаю, это что такое? Я тоже хочу, я тоже хочу. Если ты хочешь быть такой, ты должна быть с ними, с этими людьми. Или рядышком постоять, или внедриться в эту команду. И тогда я нашла на сайте, поставила заявку, и мой дорогой тренер и наставник Николай Поломарчук очень быстро со мной связался. И я очень рада этому, что именно он нашел меня и провел, и показал эту систему. Через несколько упражнений я поняла, что я хочу быть здесь, я хочу быть интеллект-тренером. И я хочу очень легко и просто дарить людям новые техники, улучшать их жизнь, наполнять радостью. И поэтому я здесь. И что же произошло со мной буквально за три недели? Ну, я, естественно, очень быстро выздоровела после упражнения, будь здорова, наверное, это все уже на себе испытали. У меня повысился уровень энергии, появилась ясность, появилась какая-то легкость и желание делать новые проекты. Пришли новые клиенты, и как-то жизнь, она стала более легкой и радостной. И поэтому я хочу поблагодарить каждую из вас, потому что и мужчин дорогих, и красных, и женщин, за то, что вы здесь. Потому что благодаря таким людям и создается ассоциация, и продвигается, развивается это дело. И людей радостных, легких и здоровых становится все больше и больше. И это философия жизни, это образ жизни. Я всегда искала это. Я искала что-то простое и легкое, радостное и полезное людям. И я очень благодарна всем создателям этой системы, Владимиру Долганю, Петру Силкину, Николаю Поломорщику и всем вам за этот посыл, за вашу энергию и за ту доброту, которую вы несете в этот мир. Благодарю вас и передаю слово ведущему. Марина, спасибо огромное вам, друзья. Давайте поаплодируем ярчайшему выступлению. Большое спасибо за такое доброе, доброе послание, за наполнение. Ну и, конечно же, Марина рады очень профессиональному пополнению ассоциаций. Друзья, очень радует, когда в наши ряды приходят профессиональные педагоги, психологи, обладатели самых разных профессий, доктора, вот это все говорит о эффективности того метода, который несет Всемирная Ассоциация Интеллектринеров. И, конечно же, наша задача делиться, щедро делиться, друзья, теми результатами, которые получаем мы с другими людьми. Потому что сегодня, как никогда, важна улыбка, важен позитивный настрой, важно умение управлять своим внутренним миром, чувствами, мыслями. И это все про суперджам, друзья. Поэтому все вопросы, все обращения к интеллектренерам. И, конечно же, всем рекомендую записываться как можно быстрее пройти это все, прочувствовать на себе. Ну а мы, друзья, двигаемся дальше. Следующие у нас герои, попрошу вас поднять руку, друзья, есть раздел «Реакция». Вот это Полецкая Наталья, Гис, Альбина и Джаферова Екатерина. Не вижу вас в числе участников. Коллеги, дайте о себе знать, поднимите руку, чтобы мы предоставили вам микрофончик. Вот-вот-вот вижу Екатерина, вижу Альбина. Прекрасно. Наталья, ждем вашего только подключения. Ну а мы тогда переместимся в славный город Оренбург, друзья. И поприветствуем следующего нашего выступающего, Гис Альбину. Альбина, мы аплодируем вам, друзья. Давайте поддержим добрыми, дружескими, теплыми аплодисментами нашей тысячной аудитории. Хотел сказать многотысячной, но скоро будем именно приветствовать многотысячной аудитории. Альбина, включайте микрофончик, камеру, вам слово. Всем здравствуйте. Да, мое имя Альбина, я обладательница красивой фамилии Гис, переводится водопад. Я живу в красивом историческом городе Оренбург. Моя основная такая цель по жизни, я помогаю людям трансформироваться через знания этикета, через знания финансовой грамотности и развития личного бренда. И тут неожиданно, получается, в моей жизни происходит событие, которое просто переворачивает. Все это событие связано с тем, в котором мы сейчас вместе проживаем. Я прошу прощения, переживаю, потому что заново проживаю все то, что вот со мной случилось. Я за один день лишилась капитала, я за один день лишилась бизнеса, и за один день окружение просто сменило отношения, потому что я вела их за собой, а здесь все разрушилось. Я потерялась, я просто настолько потерялась, я ушла в глубокую депрессию, я не знала, что мне делать, потому что я единственная кормилица в семье, у меня 15-летняя дочурка. Мы снимаем квартиру, и я позвонила даже хозяйке квартиры и попросила рассрочку, потому что не знала даже, чем платить. То есть состояние было такое, что хотя бы как будто бы облили сразу кипятком и холодной водой, то есть всем, с чем можно было. Тут, знаете, происходит следующее. Мне звонит мой друг-товарищ и говорит, я тебя порекомендовал своему другу, который там проводит групповые занятия, и я взялась это как за соломинку, друзья, потому что все время я привыкла пожилить, что я сама себя как Мюнхгаузен вытаскивала. И тем более два года тому назад была подобная ситуация с пандемией, то есть я три бизнеса тогда потеряла, два года строила новый бизнес, отдала вроде бы долги, и здесь опять повторение мать учения. Думаю, ну что такое? То есть в эти моменты начинаешь обвинять себя, съедать себя, а ведь на самом деле есть события, которые не только нам подвластны. И я согласилась пойти на вот эти занятия, не зная, что это такое, не понимая. Вот мне хотелось просто войти в окружение, где вот просто меня хоть как-то бы растрясли, влили в меня энергию. Вообще по жизни я очень позитивный человек, я очень яркий, солнечный, и всегда меня все знают только как человек энергоресурсного. И когда мне плохо, я закрываюсь от всего мира, что и произошло в этот момент, то есть я две недели не выходила никуда. Я сидела вот так в своем домике, умывалась своими слезами, вот, и искала варианты, где бы себя как реализовать, какие-то возможности новые. Все, что мне приходило, оно не отзывалось внутри, не отзывалось в моей душе, потому что я человек интуиции, я человек этичный, я человек миссии. Для меня важно было что-то такое вот, чтобы это приносило пользу людям. И сегодня, слушая вас, я восхищаюсь вашими результатами, я восхищаюсь вашими достижениями, потому что вот, то есть вроде бы пришла, там, пакетики раньше собирала, тут раз, заводы, да, теплоходы, пароходы. Это просто масштаб огромнейший. Друзья, 10 дней мы тоже тренировались, совершенно с незнакомыми на начальном пути людьми, а сегодня было последнее занятие. И мы такие, как, все что ли? То есть мы уже настолько дисциплинированно привыкли в одно и то же время приходить, там, друг друга поддерживать, встречаться на смехотерапии, да. То есть, а здесь ты думаешь, боже мой, а завтра-то? А завтра будет все точно так же, просто нужно иногда уже брать на себя ответственность и продолжать нести эту миссию. И вот сегодня я точно могу сказать, что моя энергия, она вернулась ко мне. И я более двух лет не могла решиться, не находила себе смелости, сегодня тоже, кстати, слышала такую историю, найти в себе смелость запустить свой онлайн-курс. Друзья, у меня загорелись глаза, я ночами не спала, я писала курс, пока я обучалась на Суперджамп. То есть я его прописывала, я его запустила, то есть это вот пошла вот работа, началась вот эта энергия. И когда мне потом сделали тоже предложение касаемо стать тренером, я поняла, что вот эта миссия, она отзывается во мне. Ведь на самом деле вот эти глобальные проблемы связаны с экологией, связаны с менталитетом, с мышлением человека, они всегда актуальны. И только мы можем все это взять, изменить, если мы начнем эти знания нести дальше и дальше. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы придумали, продумали вот это мероприятие, вот эту идейность, за то, что мы имеем возможность здесь обучаться. Спасибо вам большое. Передаю слово нашему ведущему. Наши аплодисменты, Альбина, в вашу честь. Гордимся вами, вашими результатами. Ну и, конечно же, желаем только ярчайших побед, достижений в вашей жизни. Друзья, продолжаем двигаться по планете Земля. Не самое время побывать в солнечном, гостеприимном Казахстане. Вот, в Восточный Казахстан переместимся в город Алтай, где у нас на связи Полецкая Наталья. Наталья, мы приветствуем вас. Друзья, давайте поддержим аплодисментами нашего следующего героя, следующую героиню. Наталья, включайте, пожалуйста, камеру, микрофончик, вам слово. Камера у меня включена. Все прекрасно. Видим, слышим, Наталья. Пожалуйста, вещайте, вещайте. Тысячи человек с вами. Хорошо. Я сама себя пока не вижу. Но надеюсь, что сейчас увижу. Видим, видим, все прекрасно. Хорошо. Значит, вообще я как бы, я удивлена, что я здесь, потому что, действительно, я в компании совершенно недавно. Но сегодня исполнилось 23 дня. Я такая думаю, ну, раз мне дали слово, значит, действительно, что-то у меня получилось такое, что мне нужно это проанализировать, почему мне это получилось, и людям это донести и рассказать. А что у меня получилось? А у меня получилось за 21 день, что ко мне в первую линию пришло 11 лидеров. И это случилось настолько быстро и спонтанно, что я вообще сама даже, ну, я знаю, почему так случилось. Сейчас я вам расскажу. Я даже вот конспект приготовила, чтобы что-то не пропустить. У меня на сегодняшний день 50 человек в команде, а я всего три недели только еще нахожусь здесь. У меня скоро будет четвертый ранг. И тоже это все как-то складывается достаточно быстро. Ну, вот как Алексей сегодня сказал, когда я его слушала с Афновкой, вот я чувствовала, что внутри меня, то есть я сейчас начинаю анализировать, почему у меня так получилось. У меня всегда внутри была какая-то глобальность, и я всегда прям с детства знала, что я родилась из чего-то великого. Ну, как-то это все великое не сразу складывалось, но вот сейчас я так понимаю, что я оказалась именно там. И эти результаты, потому что я пришла в нужный момент, в нужное время. Что же было до? Вот тоже самый первый парень выступал, он проговорил, что жизнь иногда у нас как бы бывает как перекресток, и она делится как бы до и после. Вот сейчас я как бы кратко проанализирую, что же у меня было до. Вообще я практически психолог. Психологом я стала уже в зрелые, так осознанные годы, когда уже родила четвертую дочь. Мне было 43 года, и я поступила в университет, в 48 закончила. И вот уже почти 20 лет я работаю психологом практическим. И 5 лет я вела онлайн-курсы разные. Их было много. Что же здесь было в интернете, и что меня напрягало? И с чего я потом, как бы поработав 5 лет в интернете, что я захотела изменить? Значит, я делала все как-то каким-то кустарным способом. Сама училась делать какие-то проекты, и сама училась осваивать грамоту какую-то интернетскую. И здесь что вот я понимала, для того, чтобы не выйти в глобальность, потому что я могу давать людям гораздо больше, я это чувствовала. А здесь нужна реклама в интернете, это дорого. Нужен менеджер, это дорого. Нужно управлять этими соцсетями, это очень энергозатратно, и это тоже как бы долго. И за 5 лет, если честно, я как бы от этого всего устала. Мне не нравился данный подход, и с этим, я думаю, встречаются многие коучи, психологи, целители. Но сейчас на просторах интернета на самом деле огромная армия людей, которые хотят помогать, и хотят помогать масштабно, но они не знают и не умеют, как приложить свою силу. И вот я сейчас как раз обращаюсь к ним, потому что именно придя в этот проект, я обрела то, что мне было нужно. То есть мне не нужна организация технического процесса практически, потому что здесь все настолько продумано, здесь только настолько все это слажено. Мне не нужны никакие рекламы, мне не нужны никакие менеджеры, потому что это огромная международная школа, международная ассоциация, которая делает совершенно все для людей. Для меня очень ценно, что в этот проект я вошла вместе с мужем. И когда мой муж принимал решение, он сказал, Наташ, ну я с тобой тоже иду, я тоже хочу быть интеллект-тренером. И даже если там мы оба вошли сразу же как мастера, и даже если где-то у меня что-то не получится или получится, пусть эти средства, которые мы заплатили, они идут на экологию, потому что такой мощный проект и такая замечательная миссия. Дальше что хочу сказать. Когда я занималась интернет-проектами, у меня не было какой-то стабильности. Энергии тратило много, деньги то густо, то пусто, то опять нужно начинать какие-то рекламные кампании, и тоже я от этого уставала. Здесь же я пришла, почему я сама удивляюсь, 21 день, ну сегодня 23, и такие результаты. Потому что я сразу же быстро пошла сама первую интеллектуальную тренировку, я сразу же уловила, как профессиональный психолог, практически психолог, много лет работающий с людьми, что это действительно те чудесно простые вещи, которые действительно гений Довганя соединил в единую систему. И если мы это осваиваем на уровне навыка, это так феноменально работает, удивительно. И вот в сказках бывают волшебники, да, и вот в моей жизни как раз появилась такая волшебница, чудом которой я появилась в этой компании, Раиса Михайловна Климова. И вот эта женщина, она очень тактична, очень тактична, но очень настойчива меня звала в эту компанию. И когда я начала знакомиться на два дня, подсела к интернету, начала тоже везде все искать информацию, смотреть, что это за компания, потому что я не хотела идти в сетевой бизнес, мне это не очень понравилось, когда-то этим занималась. А здесь, когда я все это изучила, я поняла, что я этим буду заниматься, потому что это совершенно не сетевой маркетинг. Многие путают. И вот я сегодня хочу сказать, ребята, ну вы не путайте кислое с пресном. Это совершенно нетрадиционный сетевой маркетинг, который есть на сегодняшний день еще пока в мире. И вот вы знаете, опять же, хочу привести пример все равно одного лидера, я не буду называть фамилии, неважно это, что мешает многим людям, которые приходят и вначале нужно делать какие-то шаги, и их пугает то, что, допустим, там люди ко мне не придут или еще что-то. Я хочу сейчас рассказать просто такой пример из своей жизни. Однажды вот я была на мероприятии, тоже это еще давно уже, лет 20 назад было, и лидеру одному спросили, что вы делаете такое, что к вам приходят люди, какой у вас есть секрет, что нужно сказать людям, которые вам отказывают. И он сказал очень мудрые слова, я эти слова запомнил. Он сказал, вы мне за кого принимаете? Я же не насильник, если человек меня не хочет, я просто иду и ищу того, кто меня хочет. Я никогда не продавливаю ситуацию, я никогда человека не достаю. И вот многие делают, почему сетевиков вообще не любят? Потому что очень многие среди них становятся очень какими-то назойливыми, преследуют свои какие-то личные корыстные цели. Но если вы пришли на миссию компании, понимаете, если вы пришли на миссию компании, и если вы в сердце, как я утром просыпаюсь, держите миссию компании, то вот у вас получится, как у меня. И на сегодняшний день у меня такая команда, и вот вы понимаете, именно команда, не люди, которые пришли ко мне, которые хотят зарабатывать деньги. Я не говорю, что деньги – это неважно. Но здесь действительно люди, которые идут на миссию, потому что они видят, что происходит на планете, потому что они видят, что происходит кризис. И кто же будет наводить порядок на планете, как не мы? И вот что я здесь хочу сказать. Когда у меня появилась команда, и вот я потом спрашивала, говорю, ребята, что вы ко мне пришли, так вот как-то быстро все сложилось. И мне одна женщина говорит, Наташ, ну, ты настолько всегда честна и искренна, я знаю, что Полецкая куда попала, не пойдет. То есть вы знаете, если есть у вас коэффициент доверия, то люди ко мне, они просто еще сами даже не знали, но Полецкая пошла, и они за мной пошли. И вот сейчас эта команда, мы вместе, у нас есть люди, которые вообще не умеют пользоваться как-то хорошо интернетом, не умеют регистрироваться. Но мы все друг другу помогаем, у нас кто-то регистрирует. Мы помогаем делать проплаты через внутренний кабинет. И хочу выразить отдельную благодарность нашей школе, потому что настолько оперативно помогают, потому что Казахстан, Россия сейчас есть задачи, которые нужно решать по конвертации валюты. И это решается очень быстро. И я вот отдельную прям благодарность Петру хочу сказать, потому что он реально поддерживает, Раиса Михайловна реально поддерживает. И все это проходит очень качественно, быстро. Так вот теперь хочу сказать, плавнуюсь в водичке газотном. Друзья, давайте поддержим Наталью. Наталья, прекрасное выступление. Наталья, если можно, больше акцент на ваши личные результаты. Когда вы прошли... Да, я как раз к этому сейчас подошла уже. Хорошо. Спасибо. Значит, что для меня вообще компания Суперджам? Как раз я сейчас буду говорить об этом. Вот компания Суперджам для меня, это как вот принц для Золушки. То есть вот этот принц, он меня нашел через Раису Михайловну. Вот этот золотой башмачок хрустальный, как бы он совпал по размеру с моими желаниями, своими внутренними, значит, привлечениями к жизни, куда я хотела идти. И вот я думаю, что в эту компанию, в эту школу попадут те, кто соответствует, соответствует высокой морали, высокому принципу, заложенному в Довгане. Потому что такое величие заложено в миссию, это просто ни с чем не сопоставимо. Потому что многие не понимают до конца, куда они пришли. И вот я хочу сказать, что тем, кто раздумывает, вы приходите. Что я получила здесь? Я получила здесь огромное количество энергии. Пройдя сама первый интенсив, первые, значит, восемь жемчужин, я сама уже веду три группы. И когда я начала вести три группы, поток моей энергетики, он увеличился в разы. То есть я никогда такого вообще не чувствовала, когда проводила прежние, прежние, значит, занятия. Когда мне пришли в команду очень сильные мужчины, что для меня очень ценно. И эти мужчины, когда тоже прошли у меня первый интенсив, они сказали, Наташа, это команда, это команда, это школа, это что-то действительно гениальное. Они очень сами учителя, духовные учителя. И сами очень многое знают, знают очень много духовных практик. Но вот именно эту простоту, что дает наша школа, то, что дает восемь жемчужин, я за все свои годы и практики психологические нигде ничего подобного не встречала. И поэтому я хочу сказать, что я хочу выразить огромную благодарность за мою энергетику, за мои возможности, за то, что ко мне пришла команда, благодаря Раисе Михайловне, которая меня очень поддерживает. Я хочу выразить огромную благодарность Евгению Довгане, сумевшего создать такую школу и, конечно же, его команде, потому что рядом с ним, я чувствую, есть очень мудрые, очень сильные мужчины, которые все это создавали кропотливым трудом. Все это принесли, и сейчас у нас есть просто глобальный такой огромный какой-то инструмент, и он как бы называется «бери и делай». Бери и делай. Я призываю всех коучей, психологов, я не знаю, там, торологов, звездочетов и прочих-прочих, которые сейчас гуляют на просторах интернета и не знают приложения своих сил, и не знают, как раскрыть свою потенциальность, не знают, как вот это колесо баланса выровнять. Приходите сюда, у вас все получится, нет никакого обмана, потому что маркетинг – это просто какая-то сказка, он настолько щедрый, он настолько мобильный, он настолько легкий, и работать в этой школе – просто одно счастье и просто одно удовольствие. Ну и сейчас хочу еще все-таки сказать прямо благодарность большую Раисе Михайловне за то, что она нашла вот этот подход ко мне не сетевика, не подход сетевика, а подход огромного, большого сердца, которое действительно, это сердце чувствуется во всей команде, потому что меня уже поддерживали за эти вот буквально 21 день очень многие люди из этого проекта, и я всем им признательна и благодарна. Ну вот, наверное, немножко сумбурно, я волновалась, ну вот такой мой посыл, спасибо большое за внимание. Аплодисменты звучат вашу честь, большое спасибо за ваше выступление, коснулись всех тем, которых можно было коснуться, чувствуется профессионал, большой мастер своего дела, и мы желаем вам дальнейших успехов, друзья, желаем успехов всем, кто здесь собрался, тысячи плюс ярчайших героев, но отдельная благодарность нашим спикерам, друзья, тем людям, кто сегодня выступает, давит частичку себя, своего настроя, первый час пролетел незаметно, друзья, и мы выруливаем на финишную впрямую, впереди у нас пять выступлений, вот, и мы перемещаемся в город Кириши, где у нас на связи Джаферова Екатерина, Екатерина, мы приветствуем вас, друзья, давайте наполним пространство сердцами, поставьте сердечки, давайте лыбнемся еще шире, и, конечно же, поаплодируем Екатерине, Екатерина, включайте микрофончик, камеру, вы в прямом эфире. Слышно меня, да? Слышно, видно прекрасно, Екатерина. Привет всем из Ленинградской области, город Кириши, меня зовут Екатерина, мне 36 лет, на данный момент я являюсь домохозяйкой, домохозяйка, к сожалению, меня сделала моя болезнь, которая положила меня, уложила, можно сказать, в кровать год назад, приблизительно, это аутоиммунное заболевание, если кто-то знает, есть такое заболевание, артрит, все врачи говорили, что оно не лечится, оно только, ну, как бы, что это на пожизненно, детей рожать нельзя, выписывали химиотерапию, уколы такие, химиотерапия, каждую неделю, ну, в общем, от лекарств я отказалась, думала, справлюсь как-то своими силами, училась, в школе психосоматики, копалась в своей голове, ходила по психологам, в общем, чего я только не делала, и где я только не училась, и чего я только не читала, и буквально, наверное, три месяца назад, вот, в начале зимы, приблизительно, то есть, я стала вообще недееспособной, я лежала в постели, я не могла сама вымыть свое тело, принять душ, я не могла одеться, не могла раздеться, естественно, кушать дома, не могла приготовить, ну, я думаю, что если люди есть с таким заболеванием, они меня как бы поймут, когда ты даже бутылку воды себе не можешь открыть, ну, открутить пробку, в общем, все это мое состояние привело меня в очень глубокую депрессию, ой, извините, я так вспоминаю, прям нервничаю, это, ну, начали ссоры с мужем дома, очень ругались сильно, я, конечно, думала, он меня поддержит, моя ситуация, но, он начал, ну, как бы гулять, ругаться, мы начали очень сильно, я думала, все, это реально конец, просто, мне 36 лет, у меня такое заболевание, я все, я потеряла действительно все надежды, и в один из вечеров поступил звонок от моего родного брата, которому я очень благодарна, он знает, как я справлялась со всеми, ну, со своим эмоциональным состоянием, что я училась там, и по психологам, и он, значит, звонит мне с таким, ну, познакомил меня, в общем, с этим, с человеком, с моим наставником, Алексеем Беловым, и он сказал, Кать, попробуй, а вдруг, ну, как бы все получится, я долго не раздумывала, как говорят, на войне все средства хороши, как бы, долго не раздумывала, сразу приняла решение попробовать, что же это за супер такие упражнения, ну, на самом деле, я не верила, уже ни во что, наверное, я была в отчаянии, в таком, ну, особенно, когда близкие люди уже от себя отказываются, я уже ни во что вообще не верила, и буквально где-то, вы знаете, на первом упражнении я все-таки поступила в этот клуб, стала заниматься, и прям вот, я не знаю, вот, как даже мне самой до сих пор не верится, я вот встала, я двигаюсь, я хожу, я себя обслуживаю, буквально с первого занятия, на первом, конечно, было еще очень трудно, но это что-то вообще, это методика, эти восемь упражнения, это как, вы знаете, вот оно мне дало, оно, оно так меня наполнило энергией, что это вот как будто мне вот дверь прям открыли в другую жизнь, вставили мне просто батарелоку в дюрассел, и я просто, я все 10 дней, я за всю зиму на улицу три раза выходила, я все 10 дней, пока шли упражнения, я гуляла, ездила, ходила в гости, общалась, в общем, я вернулась в свой образ жизни до болезни, и мой муж как-то, смотрю, изменился, и по друзьям стал меньше ходить, и как-то отношения у нас наладились, я поняла, что это все из головы из нашей идет, и как-то суперджамп, он так все ясно и четко, ну, методика их упражнения, они как-то все так расставили по полочкам в моей голове, все как-то урегулировали так, и я вернулась, я рада, я счастлива, люди, если у кого-то есть знакомые, у которых там не важно что, мне тоже говорили, это не лечится, и вы инвалид на всю жизнь, я просто вижу свой результат, я делюсь с вами этим, я очень довольна, я всем рекомендую, очень хочу поблагодарить своего брата, что он вообще познакомился с моим наставником на работе, и не забыл про меня, зная, что я как бы вот борюсь прям со своей болезнью, и, ну, в общем, я очень рада, я всем советую, это очень такая история, пусть и не веселая, но сейчас мне хорошо, я довольна, и я возвращаю свой микрофон Петру Силкину. Друзья, давайте наполним сердцами, улыбками, аплодисментами наше пространство, Екатерина, потрясающий результат, до глубины души, я рада, тоже очень. Сильнейшая, сильнейшая история вам дальнейшего движения по новой траектории, вот, яркой, счастливой, прекрасной жизни, вот, ну, и, конечно же, отдельная благодарность тренерам, команде, всем, кто принял участие в этом чуде, по-другому не назовешь, Екатерина, наши самые теплые, добрые поздравления, вот, и пожелания в ваш адрес, огромное спасибо, что нашли возможность сегодня выйти в эфир, не просто рассказывать такие истории на тысячу человек, друзья, вот, но, Екатерина, вы сделали это, друзья, давайте еще раз поаплодируем, потрясающая, потрясающая история, результат, вот, просто, просто нет слов, одни эмоции, Екатерина, спасибо, спасибо вам большое. Друзья, двигаемся дальше и направляемся в солнечный Казахстан, в столицу, в красивейший город Нур-Султан, где у нас на связи следующий наш герой, вот, давайте по-доброму, по-дружески, поприветствуем, Кожебергенова Асем, Асем, пожалуйста, включайте микрофон, камеру, вам слово, эти аплодисменты звучат, вашу честь. Благодарю, благодарю и принимаю, удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье наша судьба, приветствую вас, родные сердца, большая, родная, дружная семья, мое имя Асем Кожебергенова, я живу в Нур-Султане, я мама троих детей, бывшим я государственный служащий, работала в Министерстве финансов 14 лет, писала налоговый кодекс, писала комментарии к статьям кодекса, являясь действующим консультантом по налогам, при всем при этом я всегда искала ответ на вопрос, кто я, куда я иду, какое мое предназначение жизни, искала ответы в книгах, на тренингах, на курсах, обучилась тетахилингу, космоэнергетике, другим техникам, но мне всегда чего-то не хватало, мне не хватало целостности, мне не хватало полноты, я снова и шла искать ответы на свои вопросы. В 2019 году я также начала изучать мир криптовалют, чтобы улучшить свое финансовое положение, подключилась к одному проекту, заработала криптовалюту, хорошие доходы у меня пошли, вначале было все круто, большие доходы, команда, но летом в 2021 году все рухнуло в один день, все заработанное за два года у меня ушло, вся команда ушла в минус, и я попала в глубочайшую депрессию. Настали очень трудные времена, негатив, стрессы, угрозы депрессии, все слилось в один большой неподъемный груз, и я понимала, что я не могу помочь ни себе, ни людям, и от этого мне было еще тяжелее, я попала в депрессию. стала задавать себе вопрос, почему так получилось, как дальше жить, как можно вообще помочь себе, людям, и мне пришел ответ в виде стихотворения, которое записала в те дни, и Бог решил, что нет, не время им всем ладошки потирать, еще и многому учиться, и важно ценного познать, не где-то там и у кого-то, не в плане физики, наук, а глубоко, в духовном сердце, познать и истину, и суть. В начале 22-го года мне пришел знак, пришла информация, что в феврале я получу истинные знания, которые выведут меня на другой уровень жизни, приведут меня к духовному росту, к другому финансовому состоянию. Мне это очень удивило, но я думала, кто мне даст эти знания, откуда они придут, и 1 февраля мне поступил звонок от Алисы Лениновой, и она начала мне рассказывать, что проходит 8 упражнений супержан, и что они ей очень нравятся, и что они ей помогают, у нее очень трудный период в жизни, она пережила утрату любимого человека. Вначале я очень скептически отнеслась к ее словам, я даже ответила ей, что меня сейчас ничего не интересует, мне ничего не надо, я ничего не хочу слушать, никому ничего не хочу рассказывать и говорить, ничего не хочу никому передавать, благодаря мудрости моего наставника, который нашла волшебные слова, которые достучались до моего сердца, я начала проходить эти 8 упражнений, проходя эти тренировки, ко мне вернулась вера в себя, в любовь, в дружбу, в будущее, ко мне вернулась моя уверенность в себе, я стала улыбаться, я пришла к осознанию, пониманию себя, я стала снова помогать людям, я стала тренировать людей, я стала энергичной, я стала открытой, я нашла себя и я приняла миссию Суперджамп спасти планету от невежества. Недавно я прочитала свои стихи, которые я писала в те дни, когда была в депрессии и поняла, что все, что я там писала, это путь к осознанности, которую раскрывает 8 упражнений Суперджамп. Пойми, что важно в жизни нашей, которая у всех пройдет, не то, что ели, что носили, когда и где, почем купили, что отмечали, где гуляли, как что продали, обменяли, а то, как жизнь свою прожили, какие вы дела творили, как людям жизни помогали, кого по жизни направляли, теплом душевным согревали, кому жизнь на земле продлили, как быть счастливым научили, как ближнего оберегали, родители не забывали, дарили ли свет и доброту, любовь, надежду, красоту, как с верой цели достигать, упавших научить стоять, поникшим головы поднять, любовь, надежду пробуждать, как никого не обижать, не обсуждать, не унижать, уметь ошибки признавать, любовь всевышнего понять, и все, как есть, душой принять. Принять и полюбить себя, начни с сегодняшнего дня, пойми, прими урок судьбы Всевышнего, благодари за все, что сделал для себя, оберегая и любя, ведь ждет Всевышний от тебя лишь одного, живи, любя. Особое место в моем сердце занимает Академию Айше, ее ректор Айше Доскали. Я неустанно благодарю ее за каждый день, и каждый день я говорю, что она наставник от Бога. Благодаря ее мудрости, ее таланту, ее лидерским наставкам, качествам я стала за три недели, за месяц я стала мастером, интеллект-тренером третьего ранга, и мой доход за три недели достиг одного миллиона тенге. Айша Доскали – это личность планетарного масштаба, это очень чистый, очень открытый, добрый человек с огромным вселенским сердцем, огромным опытом и мудростью. Она – подарок судьбы для меня. В эти волшебные исторические дни, которые сейчас происходят, Супержан вместе с Академией Айше проводит уникальную акцию одновременно онлайн-тренировки 300 человек со всего мира. Такого не было за всю историю человечества, и это факт. И благодаря Айше Академии я вошла в тридцатку лучших интеллект-тренировок, которые участвуют в этом историческом событии, и это круто. А Супержан, я могу говорить часами, результатов у моих учеников много, я уже протренировала две группы, и сейчас в проекте 300 я тренирую третью группу. И результаты шикарные, без таблеток, без походов к психологу. С первых дней занятий люди выходят из депрессии. Я помогла своей маме, она была в депрессии из-за этого проекта, из-за того, что ее сын развелся со снохой, из-за того, что она заболела два раза ковидом, еле выкарабкалась, она была в глубочайшей депрессии, и я ее посадила на тренировки. Теперь она улыбается, она счастливая, невзирая ни на какие обстоятельства, и это самое дорогое для меня. Я когда слышу слова от своих партнеров, что можно было и не стрессовать целый год, я целый год жизни потеряла. Зачем я так жила? Оказывается, можно просто улыбаясь возвращаться к жизни, и это круто. Я хочу поблагодарить Всевышнего за то, что Он указал мне путь в моей дальнейшей жизни, за то, что Он любит меня, за то, что оберегает меня. Я благодарю Владимира Довгани, основателя ассоциации, который по крупицам собирал эти знания за 35 лет и подарил всему человечеству эту уникальную методику. Я благодарю великолепного президента Петра Силкина, первого интеллект-тренера Алексея Квашнина, величайшего Шерда Скали, великолепного Владимира Кипрского, и, конечно же, я бесконечно благодарна своему наставнику Алиесу Леменовой, который ведет меня и наставляет меня на моем новом жизненном пути. Возвращаю слово ведущему нашей сегодняшней встречи Петру Силкину. Наши аплодисменты, друзья, в солнечный Казахстан, в столицу, в город Нур-Султан, город потрясающей красоты. Друзья, давайте наполним сердцами наше пространство. Без малого полтора часа мы вместе дарим друг другу свет, энергию, любовь, только положительные эмоции. Осель, за ваше потрясающее стихотворение, поэзия, это высшая материя, всех наполнили, вдохновили. Друзья, у нас впереди три финальных, ярчайших выступления. Перемещаемся мы в славный город Оренбург, где на связи у нас Валиев Ренат. Друзья, давайте поприветствуем аплодисментами, лайками, сердечками следующего нашего героя. Ренат, пожалуйста, включайте микрофон, камеру, вам слово. Слышно? Петр, слышно мне? Да, слышно, видно прекрасно. Пожалуйста. Спасибо, Петр, передал это слово. Блин, такая энергия, такая энергия, столько спикеров рассказали, и так было волнение, да, а тут еще вот эта энергия. Я просто все взорвусь, наверное, да. На самом деле, когда я увидел в чате, кто хочет рассказать о своих там результатах, как вам помогла школа, я одним из первых. Я хочу, я хочу, потому что, ну, я считаю преступлением, наверное, не поделиться вот этими возможностями, которые мы получили, вот этим добром, который творится во всем мире сейчас, который продвигает вот эта уникальная школа Суперджамп, я считаю это преступлением, а сейчас, когда прослушал вот предыдущих спикеров, да, я смотрю, люди даже, некоторые плачут, вот Галина Болгария, да, там две женщины прям ревут, плачут от этих историй, я считаю, что это, блин, это великое преступление, не делиться с людьми вот такими вот результатами и такими возможностями. Так, и одной из историй, да, вот просто месяц такой мощный, я просто каждый днём удивляюсь, удивляюсь, буквально несколько месяцев назад я даже месяц-три назад мечтал выступать на аудитории тысячи людей, опа, хотя мне говорили, что здесь будет 500 человек, а здесь тысяча людей. Ну, и очень много изменений в процессе я вам расскажу, да, как это всё происходило у меня. Ну, давайте я сначала расскажу о себе. Итак, меня зовут Ренат, мне 36 лет, я из города Оренбург, сейчас немножко расскажу о своей деятельности, о том, что мне принес, то есть, какую пользу мне принёс Суперджан, да, и как вообще я туда попал, как меня судьба свела Суперджан. Я предприниматель, действующий предприниматель в традиционном нефтегазовой отрасли и предприниматель в МЛМ индустрии. У меня прекрасная жена, двое детей, всё здорово, да, и как тут, с чего начать, наверное, начну прям с самого начала, да, в начале марта, да, в начале марта я встречаюсь с своим другом Сергеем Коржуковым, который как раз-таки познакомил меня с Суперджан, да, мы с ним встречаемся, естественно, меня спрашивают, что там, как дела у тебя, тут все эти события, да, помните, которые до сих пор там продолжаются негативные, всё валится кругом, все бизнесы, ну, естественно, меня тоже это не обошло стороной. Я с ним делюсь, да, Сергей, говорю, у меня в традиционном бизнесе полный стоп, полный стоп, все объекты у меня притормозили, финансирование притормозилось, на одном из объектов мои сотрудники, в общем, такие дела натворили, что мне заказчик пишет письмо со штрафными санкциями на 2 миллиона рублей, ну, вот такое представление, да, состояние. потом, как сказать, приостанавливается день MLM-индустрии, где я тоже параллельно зарабатывал, помогал людям, да, в общем, всё в кучу, в кучу, в кучу, я с ним этим делюсь, он говорит, слушай, Ренат, я вот недавно буквально, ну, я, он энергичный человек, он мощный человек, как бы всегда, на высоких энергиях, я, говорит, прошёл, в какой-то школе, я тогда не понял, короче, услышал его, что он прошёл обучение, в школе, я так уже понимаю, суперджан, 10 дней, и ещё энергичнее стал, я думаю, ну, блин, ну, если тебе энергично стал, ты энергичный человек, стал ещё энергичнее, что же будет со мной, он говорит, Ренат, иди пройди, почувствуешь на себе пользу, и все проблемы отойдут, конечно же, я скептически отнёсся к этому, 10 дней, говорит, и всё будет супер, но я в чудеса особо не верил, но я пошёл за ним, прям безоговорочно, иду в школу, первое занятие у нас было 7 марта, я уже первого, после первого занятия, как-то, ну, у меня мир немножко начал меняться, да, вот предыдущая, не помню, девушка рассказывала, да, как она начала ходить, да, так же у меня, я, можно сказать, начал ходить, я начал на мир смотреть, другими глазами, но, тем не менее, как бы, ещё пока состояние оставалось, на второй день я ещё выше стал, ох, как это круто помогает, третий день, всё здорово, прилетает ещё один негатив ко мне, мой счёт налоговый блокирует на полмиллиона добавок, я не знаю, как бы я отнёсся, если буквально два-три дня назад, как бы я отнёсся к этой ситуации, ну, не знаю, я бы ещё хуже утонул, я и так вот такой ходил, чуть ли не трёсся, да, я бы вообще упал бы, наверное, на пол, в этой новости, я как-то с лёгкостью принял, мне своим зам, так и так, полмиллиона у нас штраф, отлично, ничего страшного, скоро разблокируют, приходит пятый день занятия, проходит пятый день занятия, приходит письмо на почту от налоговой, что ваш счёт разблокируется, потому что доказательной базы ещё нет, будем разбираться, разбираться, в общем, проходит два часа, звонит мне мой зам, у заказчика претензий нету, штрафные санкции сняты, я тогда ещё сильнее зарядился, я просто тогда, ох, я стал уже так сам собой, вот, как я есть, ну, это сейчас такое, какое есть, это не наигранность, это, ну, мои реалии, да, в тот момент, вот, буквально, вот, взять месяц назад, я вот, уже вот такой на грани, плюс ещё все новости, все вот это вот, негатив, что хочу сказать, что самое главное здесь я получил, поднять энергию, ну, я как предприниматель, не раз падал, не раз поднимался, не раз падал, не раз поднимался, да, для меня было очень-очень ценное, ну, вся программа была ценная, но очень-очень ценное для меня было, кстати, три упражнения, которые не дают тебе опустить, не дают просадку, где ты не упадёшь, где ты всегда, я знаю, здесь не всегда теперь, я всегда на этом уровне, ну, и пришло такое осознание, буквально, наверное, два-три дня, ближайшие дни, я решаю сейчас, не знаю, каким путем, либо продаю бизнес, либо закрываю бизнес, и хочу посвятить полностью свою жизнь, суперджамп, вот, хочу вот реально вести, вот, такую добродетельность, миротворчество, а ещё, ну, как вот рассказывают здесь, спикеры, тренера, что здесь ещё можно, ещё и благодарность приходит, финансовый аквилалент, и даёт тебе энергию, чтобы ты ещё дальше зарешался, ну, моё решение вот такое, сейчас этим плотно буду заниматься, хочу принести свою благодарность, такую сердечную, во-первых, Сергею Коржуку, который мне посоветовал, душевно тебе спасибо, реально, что ты сказал, но, правда, не через 10 дней, а через 5 дней свершилось, остальные 5 дней я ещё дозаряжался, ещё становился выше, энергичный, мощнее, вторая благодарность, спикеру, уникальному спикеру, который проводил наш тренинг, проводил все упражнения, это Роберт Рауф, величайший Роберт Рауф, это мощный человек, я прямо благодарен, и огромнейшая благодарность основателям, основателям и сооснователям, все, кто, самому Владимиру Довганю, его помощникам, Петру Силкину, да, все, кто участвует, возможно, многих мы здесь за кулисами не видим, которые помогают организовывать это всё, огромнейшее спасибо, спасибо, суперджамп, и вам спасибо за энергию, реально получил я, спасибо большое, вам всем передаю слово, ведущему Петру Силкину, пожалуйста. Наши аплодисменты, звучат Ренатурина, спасибо огромное за включение, друзья, давайте наполним пространство сердцами, улыбками, лайками, друзья, финишная прямая нашего сегодняшнего ярчайшего события, попрошу Тарлавина Виктора, Виктор, если есть возможность, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы мы вас увидели, вот здесь ли вы, не вижу вас в числе участников, вот, но пока Виктор выходит на связь, наш ярчайший герой, вот, мы перемещаемся в Уфу, вот, и наш микрофон, наша центральная трибуна Всемирной Ассоциации передаётся, Резепову Шамилю, Шамиль, доброго времени суток, наши аплодисменты звучат в вашу честь, друзья, поддержите нашего следующего героя, Шамиль, пожалуйста, расскажите о себе, и о том, как Суперджамп пришёл в вашу жизнь, и повлиял на вас. Добрый вечер всем, здравствуйте, слышно меня? Слышно, видно, прекрасно. Отлично, я из замечательного города Уфа, меня зовут Резепов Шамиль, мне 47 лет, я предприниматель, я с детства и всю жизнь занимался именно бизнесом, и работал только на себя, и старался работать только на себя, и это мне, в принципе, очень сильно помогло. Предпринимательство меня, наверное, в своё время спасло очень серьёзно от криминала и от наркотиков. В 90-е годы они были весёлые, наверное, кто проходил это всё знает, и мне очень это помогло, с одной стороны, я вернусь к этому чуть попозже, действительно, я занимался предпринимательской деятельностью, я общался с людьми, я ездил по разным странам, узнавал много нового, интересного, прекрасного, но, наверное, гордыня и эго сыграли тоже некую злую шутку, я ушёл полностью в материю и начал просто идти лопатить только материальное. Я уходил в бизнес с головой, зарабатывал деньги, покупал ценности, материальные и так далее, и так далее. В один момент прекрасно я понял, что покупая машины, квартиры, ещё что-то, эти вещи перестали мне приносить счастье. Я не испытывал ту энергию, ту блаженство от этих вещей, я понимал, что это те моменты, которые, они нужны, конечно же, они нужны, чтобы закрыть там основные средства, материальные какие-то ценности, но они для внутреннего твоего мира, для внутреннего твоего развития, они ничто не дают, и ты начинаешь к ним привязываться просто. И этот момент, когда тобой могут манипулировать, этот момент, когда тобой могут управлять, и ты начинаешь задумываться, я действительно начал задумываться, почему так происходит, почему я ушёл именно в материальный, я стал искать, разговаривать с людьми, общаться, в то время, к сожалению, было мало информации, очень было мало источников, да и круг общения, честно говоря, меня уводил совсем в другую сторону, я ни в коем случае не валю на кого-то, конечно, это моя зона ответственности, поэтому я ещё раз говорю, повторяю, что предпринимательство с одной стороны спасло меня от некоторых моментов, но и с другой стороны увело меня маленько в сторону от самого себя, от своего истинного пути, в один момент в 30 лет я, в принципе, уже многого добился, у моей компании была очень крупная компания, у Фиана занималась в сфере торговли, общепита, связанных с строительством, у меня было там около 150 человек в команде, в компании, но в один момент я стал искать и понимать, что что-то не то и, ну, соответственно, я, видимо, отправил посыл и всё начало возвращаться и, как я тогда думал, что-то случилось очень плохое со мной, всё начало рушиться, я потерял семью, получается, у меня был развод, потом бизнес начал весь славу валиться, как карточный домик, всё начало ломаться, валиться, уходить, и я понимал, что это всё как-то не туда всё идёт, и это, я очень сопротивлялся этому, боролся с этим, я только сейчас понимаю, что это, ну, прекрасное время, когда мне просто помогли осознать, понять, что материал не самый главный, далеко не самый главный. Я начал много путешествовать, начал много искать, ещё раз стал встречаться с мастерами, я ушёл в духовные практики, ушёл в духовность, я начал по многому времени находиться среди этих людей, у меня круг общения поменялся, соответственно, потому что наступил тот момент, когда мне было настолько не по себе, настолько тяжело, что я не мог ни дышать, ни спать, ни есть, я просто в один прекрасный момент взял себя за волосы и как Мюнхгаузен выдернул себя из этого болота силой воли, силой духа и вышел совсем другой уровень, соответственно, я начал набирать силу, энергию, я опять вернулся в предпринимательство, начал дальше работать, всё. общаясь с мастерами, с духовными учителями, я много задал вопросов, хотел уточнить, какой мой путь, куда мне двигаться, какое мое предназначение, мне чертили всевозможные карты, рассказывали, говорили, одним из пунктов там было, конечно же, предпринимательство, лидерство, также там был социальный проект, также там было наставничество, быть тоже учителем для людей. Я не понимал, что это такое, что это по социальным проект, что быть учителем, как я что могу дать, я сам тут ещё не понимаю, что происходит в этой жизни. Я, в общем, это всё убрал на второй план. Также начал уходить в бизнес, подыматься, хотел встать опять на ноги, окрепнуть, я не прекращал духовные практики, и тут у меня встала вторая дилемма, очень серьёзная, которая до сих пор у меня не решена. Я её вот сейчас как раз и подхожу к ней. Это как совместить материальный мир, финансовый мир, бизнес и духовный все аспекты, духовное обучение, духовные практики, поэтому я себе тоже задал этот вопрос и отправил этот запрос, и он мне начал возвращаться. Я, занимаясь духовными практиками, много узнал для себя, именно для себя, что для меня полезно, что нет. Я изменил свой образ жизни, общение, убрал все вредные привычки из своей жизни, что действительно очень помогло. Они меня только... Этот момент он меня только усилил. Поверьте, да, было сложно переломить себе тот привычный образ жизни, веселья, всевозможные увеселительные средства и так далее. Но я переборол себя, я пришёл к другому, что и привело к осознанию того, что если я сам себе это запрещаю, даже неправильно говорю, не запрещаю, я убрал из своей жизни, я не запрещаю, я убрал из своей жизни это, потому что я посчитал, что это уже устарело, это всё чужое, не моё, это всё навязанное, это приобретённое. И получилась такая ситуация, что то, что я пропагандирую для себя, я не пропагандирую для других. Мой бизнес, он не такой, он не экологичный, и я решил и принял решение закрыть рестораны свои. У меня были рестораны, караоке, клуб, кафе и так далее, потому что этот бизнес строится, в основном продажи идут на сигаретах в своё время, когда их не отменили, алкоголь, пиво, кальяны, соответственно, и всё, что в этом связано. Если я сам это убрал из своей жизни, то, соответственно, я должен это сделать и для других. Я закрыл рестораны, да, это был серьёзный шаг, там, где-то я потерял большое количество денег, но я приобрёл многое другое, поэтому, возвращаясь обратно к социальному проекту, который я затрагивал буквально в марте месяце, у меня есть наставник мой, есть мой друг Ирина Ковыревна, которая является сейчас мастер-интеллект-тренером, на одном из занятий она мне рассказала про, мы долго с ней всегда разговариваем, она мне рассказала как раз по поводу Довганя, и для меня в 90-х годах этот человек был очень авторитетным, потому что действительно в стране была полная разруха, он уже начинал вести такие проекты классные и интересные, и его фигура, она меня зацепила, и она вызывает у меня доверие, плюс, когда я вкратце узнал об этом, у меня сразу всплывала информация, мой социальный проект, вести людей, плюс в том, что я сомневался, как же мне еще совместить духовность и бизнес, и все здесь сходится, все здесь получается, здесь можно и зарабатывать деньги, здесь можно вести людей с собой, обучать их, делиться своими знаниями, делиться своим миром, вести людей в свет, и те упражнения, которые здесь даны, они очень простые, они очень легкие, с одной стороны, но я прекрасно понимаю, насколько проделана колоссальная работа, насколько это колоссальный труд Владимира Довгана, ведь это только вершина айсберга, сколько там, внутри, потому что я прекрасно знаю, что чтобы дать людям, объяснить это людям по-настоящему, чтобы люди тебе поверили, ты должен это пройти через это сам, пропустить через себя, понять, осознать это, что это действительно действует, что действительно на благо, что действительно помогает, если помогло тебе, то и поможет другим людям обязательно. Эти замечательные упражнения, они очень ёмкие, они очень правильные, они очень благостные, и выполняя, просто их выполняя с первого момента, сделать их для себя правилом, они себя выведут на другой уровень и я это прекрасно знаю когда ты выходишь из болота из этой черноты а вы же знаете прекрасно пословица руссконародная пришла беда открывай врата в чем не смысл когда ты падаешь на самый низ в эти нижние вибрации в эту грязь там нету счастья там нету любви там нету радости там только омрачение уныние печаль хандрайвит там все вот настолько тяжело и настолько вязко настолько черно и ты не видишь ни света ничего хотя ляду рядом с тобой стоят люди которые видят и свет и птиц поэтому эти упражнения всегда человеку могут помочь выйти на высокий уровень и когда ты находишься в этом уровне у тебя все получается это проверено это на сто процентов в бизнесе ты отлично находишь взаимоотношения с партнерами с людьми у тебя прекрасно получаются все сделки к тебе появляются совсем другие люди потому что ты на своем внутреннем мире на своем подсознание именно вещаешь то что у тебя внутри и люди на это откликаются и сейчас моя задача не убеждать людей не бороться с мир не пропагандировать их своим личным примером показывать каких я добивался высот каких я результат результатов могу добиться что у меня сейчас есть этот внутренний мир который у меня сейчас сложился и он будет складываться потому что я также со всеми своими мастерами со всеми духовными наставниками также общаясь я хочу показать другим людям я хочу раскрыть им тот же внутренний мир чтобы изнутри люди были настолько чистые светлые благостные и все в любом случае получится однозначно только прекрасный только только в путь эти люди которые идут вперед они несут как раз тот свет счастье и любовь людей ну я как считаю это есть сверх цель этой школы и еще раз благодарен и вам пётр и владимиру то что вы через себя пронесли эти знания и этот опыт это грандиозная это грандиозную науку именно науку эту энергию сгенерировали ее и выдали вот в таком формате которым людям обычным и обычным предприниматель домохозяин всем заходит это очень здорово это большого стоит я благодарен очень вам долгих вам лет жизни всех благ всех благодарю вас передаю вам слово шамиль это взаимно наши аплодисменты вашу честь огромная благодарность за такую глубину мудрость за осознанность глубокий предпринимательский взгляд конечно за серьезные трансформации которые произошли в вашей жизни желаем ярчайших успехов достижений на новом очень ярком интересном этапе супер джамп всем в помощь друзья энергия восьми упражнений энергия интеллект тренера поддержка сообщества всем нам идет на пользу вот и друзья двигаемся к финишу финальное выступление нашей сегодняшней открытой встречи вот и для меня большая честь и радость передать слово следующему нашему герою друзья на связи у нас торлавин виктор город оренбург виктор мы приветствуем вас друзья поаплодируем следующему нашему герою друзья и финальному выступлению нашей сегодняшней встречи виктор пожалуйста микрофончик вам слово я приветствую всех благодарю что мне досталось заключительное слово как уже сказал пётр меня зовут виктор торлайн я с города оренбурга мне 35 лет чтобы кардинально вам рассказать какие изменения внес этот курс меня я хочу вас угубить немножко в мое детство как и у всех я вырос в рабочей семье папа водитель мама мастер и соответственно пытался спроецировать их нею жизнь также идти как они школа колледж институт соответственно я инженер по образованию и все что я проецировал жизни я брал со своих родителей до по достижению тех результатов я понимал что это не мои результаты потому что для родителей в тот момент было важно чтобы была квартира машина семья дети у меня это все получилось но дальше начались эмоциональные финансовые спады в тот момент я начал задуматься что происходит не так со мной куда меня это все ведет я начал проходить тренинги повышение личностного роста потому что какой запрос мы подаем им приходит сразу в нашу жизнь мгновенно где я начал осознанно подходить все все моменты жизни что меня якорит что меня тяготит я начинал понимать что вся моя прожитая жизнь до 35 лет 34 это не моя жизнь это спроецирована жизнь моих родителей это их шаблон видение при этом я очень детстве мало получал любви и ласки тех замечательных слов которым здесь на данном курсе мы даем этой энергии даем возможность я очень люблю своих родителей я понимаю что в кавычках то время они выживали как могли и задача была прокормить нас я очень в детстве много слышал негатива свой адрес приходили страшные мысли но при этом каждый раз я думал для чего я здесь нахожусь на этой планете земля я старался найти тот путь экологичный который меня будет вдохновлять все те достижения которые у меня были финансовые какой-то момент они перестали мне приносить просто удовольствие я не понимал что делать на одном из тренингов психолог мне сказала я всегда думал об успехе о финансах она год когда ты будешь счастливый ты будешь успешной и тогда я для себя истинно понял что самое главное быть счастливым а что такое счастье это быть свободным быть свободным от своих страхов от своих убеждений и на тот момент все эти убеждения которые мне были в голове это всего лишь убеждения моих родителей в тот момент я начал осознавать что хочу чего-то большего в своей жизни так же как и все мы пишем цели особенно на новый год в новый год шампанское поджигаем выпиваем и с этого момента моей жизни кардинально начал все меняться этот запрос просто вонзился мою жизнь реально бурным таким потоком энергии и этот человек благодарю его это имя сергей коржиков который протянул мне эту руку руку помощи в тот момент когда я лежал в этой лужи как он всегда говорит люди которые мерзнут на улице ничего не осознают я был этим человеком который замерзал в тот момент я благодарю сергей коржиков я благодарю роберта который дали нам вот эту возможность мне лично протянули руку помощи что такое для меня курс я теперь начинаю осознавать это нереальный заряд эмоций энергии это желание творить и действовать что давно мне не хватало что он мне принес моей жизни кардинально меняется все вокруг меня в семье которая чуть ли не доходила до развода мы стали вообще на новый уровень у нас открылись новые чувства друг друг я наконец-то научил ладить с тещей своей любимой что для меня в этот момент оказалось очень важно я сейчас как за энерджайзер как генератор счастья вокруг всех заряжают счастья улыбки как же приятно заставлять людей улыбаться друзья это что-то не для меня курс это такая осознанность когда ты можешь реально реально помогать людям быть созидательным быть осознанным при этом быть счастливыми и в этом продукте я увидел уникальность материального и духовного это самое главное я еще раз благодарю сергея коржикова роберта ра за ихнюю поддержку за ихнюю мощь которую они нам дают каждый день который нас заряжает на новые совершения на новые подвиги и это конечно друзья уникальный продукт который нужен безусловно всем и взрослым и детям здесь нету границ так же как и границ для супер джамп здесь соединяются сердца здесь зажигаются сердца исцеляются судьбы людей я благодарю каждого за это слово для меня очень ценное важно ваше внимание это у меня впервые благодарю я слово петру силкину викторов огромная благодарность друзья теплыми дружескими аплодисментами мы поблагодарим виктора поблагодарим всех участников нашей сегодняшней встречи всех спикеров которые поделились сокровенным которые поделились тем что на душе вот и наполнили вдохновили всех нас друзья два часа энергии два часа добра позитива света которые сегодня так нужны этому миру ну и конечно же огромное благодарность всем участникам друзья потому что кто каждый кто подключается на наши встречи вот вносит свой вклад в общее дело друзья вместе двигаемся вперед растем развиваемся делаем мир лучше начинаем себя с близких ну и конечно же весь мир друзья сегодня вот нуждается как никогда в добром слове прекрасной теплой улыбке поэтому улыбнемся друг другу друзья поставим лайки в экран давайте поаплодируем этим двум ярчайшим прекрасным часам в нашей жизни вот и сделаем еще больше хороших добрых дел поблагодарим тех героев которые пригласили нас сюда друзья не забудьте отправить сообщение вашему интеллект-тренеру ну и конечно же обращаясь к нашим гостям друзья самое время записаться на свою первую интеллект-тренировку в жизни пройти курс вот взять на вооружение 8 упражнений и выйти на новую еще более яркую счастливую прекрасную траекторию вашей жизни на этом у нас все друзья два часа вот ровно мы были вместе ну и наше приветствие которое мы любим произносить все ассоциации удачи и дружба с нами всегда богатствую счастье наша судьба до новых встреч дорогие друзья полетели